К узкопрофильным врачам можно будет записаться напрямую без посещения терапевта. Но здесь есть оговорка. Касается это не всех казахстанцев, а только тех, кто состоит на учете и под наблюдением с хроническими заболеваниями. И вот на этом моменте можно было бы порадоваться. А так оказалось, что и тут не все так просто. Подробнее расскажет Зарина Ахмеджанова. 1 апреля в дураках могут оказаться многие казахстанцы. По иронии именно в этот день вступает в силу новый приказ Минздрава, где говорится, что люди могут напрямую записаться к узкопрофильным врачам. Но не тут-то было. На самом деле к профильному доктору, минуя терапевта, может записаться только тот, кто состоит на учете. Ключевое слово – на учете. Через колл-центры поликлиник могут напрямую записаться к своему профильному специалисту. То есть человек, состоящий на учете с сахарным диабетом, не может записаться к кардиологу. А человек, состоящий у кардиолога на учете с ишемической болезнью сердца, не может записаться к врачу-эндокринологу, если не состоит у него на учете. А вот здесь хронические больные должны взять в руки блокнот, ручку и сделать заметку, потому что список специалистов, кому можно записаться напрямую, тоже весьма ограничен. Но, есть одно «но». В приказе 2022 года было указано, что пациенты могут записываться к своему профильному специалисту, все пациенты, состоящие на динамическом наблюдении. Но в новом варианте приказа, к сожалению, я увидел таких специалистов только как хирург, офтальмолог, эндокринолог, невропатолог, кардиолог. Там отсутствуют другие узкие специалисты, такие как ревматолог, аллерголог, пульмонолог. Мастерство рук и никакого обмана, как говорится. Технически в Казахстане бесплатная медицина доступна для всех. Но люди продолжают жаловаться то на очереди в коридорах, то на отсутствие специалистов и так далее. И это вполне нормальная реакция народа, которая ожидала системных перемен после ввода ОСМС. Спустя 4 года медицина лучше не стала. Тем не менее, экс-министр здравоохранения Олжас Абишев считает, что отказываться от первичного приема у терапевта – идея плохая. И вот почему. Пациент, обращаясь, например, с болью в грудной клетке, может подумать, что у него болит сердце. И записаться на прием к кардиологу. Но кардиолог, сделав осмотр именно по своей специализации, может не выявить аномалии грудной клетки именно связанных с сердцем. Я все-таки придерживаюсь той позиции, что пациенту при первичном обращении, когда первый раз обращается, все равно нужно попасть к врачу общей практики для выявления причины его беспокойства. По мнению Олжаса Абишева, чтобы решить системные проблемы, нужно, во-первых, пересмотреть огромные протоколы обследования пациентов. По ним терапевт в течение 15 минут должен выполнить требования, состоящие из семи листов. Поэтому у врача попросту нет времени на пациента. Он погружен в монитор, где должен заполнить этот документ. Второй шаг касается уже самого фонда медстрахования. Эксперт убежден, что там обязаны открыто публиковать отчеты с расходами денег у СМС.